Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же я борюсь с морщинами на лице. К сожалению, борьба со временем обречена на провал, но следить за собой никто еще никому не запрещал. И если посмотреть на ухоженную старушку и на старушку, которая за собой не следит, то как ни крути, вы увидите разницу. Мне очень хочется быть все-таки ухоженной старушкой, поэтому я борюсь с морщинами и сразу хочу сказать, что я вижу результаты. Так что всем, кому интересно, как же я борюсь с морщинами на своем лице, оставайтесь смотреть. Существует несколько типов старения, но сегодняшнее видео не об этом. Как ни крути, как только начинаются возрастные изменения кожи, на лице появляются морщины. У каждого морщины появляются в своих местах. У кого-то под глазами, у кого-то носогубные к складке, у кого-то лоб. Вот у кого-то лоб, это история про меня. У меня морщины на лбу, наверное, были всегда. Но когда кожа молодая, то эти морщины не так заметны, они не так бросаются в глазах. Как только кожа начинает стареть, как ни крути, эти морщины намного-намного заметнее. Поэтому последний месяц я усиленно борюсь с морщинами на лбу. И сейчас я вам расскажу, как. Я посмотрела несколько видео различных косметологов, и многие косметологи рекомендуют просто наносить на пальцы крем, которым вы пользуетесь, и массажировать те места, где у вас морщины. То есть, например, между бровями, продольные морщины на лбу. Но хочу говориться, что избавиться от морщин можно только тогда, когда вы избавитесь от своей привычки. То есть, если вы всю жизнь морщили лоб и начнете вдруг массажировать свои морщины, то они никуда не денутся. То есть, нужно исключить причину этих морщин, то есть не морщиться. Что помогает мне? Ну, девчонки, в идеале, наверное, это ботокс. Но я не знаю, никому не советую. Просто говорю, уколол, мышцы не бездействуют, все, привычка вроде бы как отпадает. Но косметологи оговариваются и говорят, что если один раз уколол, то потом второй, третий, короче, ботокс мне не подходит. Я пользуюсь дедовским методом. Первый метод – это любые патчи под глаза я наношу на проблемную зону. То есть, я наношу на продольные морщины и затрагиваю морщины между бровей. Между бровей морщины еще не проявились, но я чувствую, что они должны проявиться. Второй способ – это, конечно же, конечно же, скотч. И это очень удобная штука. Этот скотч у меня лежит на моем туалетном столике. Я забрала его у дочери. Если ей нужно, она берет его у меня. Я отрываю небольшой кусочек, наклеиваю на лоб, наклеиваю на зону между бровями. Он не виден. Я с этим скотчем могу проходить целый день. Если я куда-то еду, я даже сажусь с ним в машину. И я даже захожу с ним в магазин. И когда люди на меня уже смотрят вопросительно, тогда я его снимаю. Но у скотча есть один минус. Вы знаете, кожа не дышит. Но когда вы снимаете скотч, вы сразу увидите, как кожа разровнялась. Но она не дышит. И для некоторых это может быть огромным дискомфортом. Никакие прыщики, никакие покраснения у меня не появились. Но иногда я чувствую дискомфорт. Как только я чувствую дискомфорт, я отклеиваю скотч. Есть еще одна штука. Это обычная бумага для выпекания. Я отрезаю вот такой маленький кусочек, наношу на него крем и клею на лоб. Кожа дышит. И из-за того, что вы чувствуете что-то на лбу, вы помните свою установку, вы не морщите лоб. Девочки, это тоже работает. Но мне просто со скотчем удобнее. И с бумагой в магазин не зайдешь. Она сразу бросается в глаза. Также в одном из видео другого бьюти-блогера я увидела два массажера. Эти массажеры с Алиэкспресс. Девочки, это супер находка для моего лица. Этот массажер, он с двумя насадками. Он сделан из нефрита. Это насадка гладкая. А это насадка с зубчиками. Что делаю я? Я беру этот массажер и перед сном, когда уже нанесла крем, но собираюсь еще почитать или посмотреть кино, я беру массажер и начинаю массажировать свой лоб. Я массажирую его. Он скрипит ужасно. И тут уже на свое усмотрение. Я довольно-таки сильно надавливаю. Ну, так, чтобы вам было комфортно. Я массажирую вот этой стороной между бровей, лоб. И потом в самом конце я по всему лицу, по массажным линиям прохожусь вот этой зубчатой стороной. Здесь давить нельзя. Здесь достаточно легкого прикосновения на кожу вашего лица. И к коже сразу приливает кровь. И знаете, такое ощущение, когда покачаешь пресс, еще несколько часов входишь втянутым животом. Девчонки, вот чувствую, что как будто бы кожа на лице покачала пресс. Она как будто бы подтягивается. После того, как я проделала вот этот массаж, по времени, ну, наверное, минут 5 занимает. Тут смотрите, как вам комфортно, как вам удобно. Я заканчиваю массаж вот этим массажером. В чем его плюс? Он, наверное, работает больше как расслабляющий. На батарейке его включаешь. Он вибрирует. И я уже прохожу аккуратненько по всем массажным линиям. И он расслабляет мышцы лица. И коль я уже заговорила о расслаблении мышц лица, девчонки, очень важно, когда вы находитесь дома, в офисе, не важно где, если вы увидели себя, свое отражение, помните о том, чтобы лицо было расслабленное. То есть есть лицо тяжелое и есть лицо легкое, расслабленное. То есть для того, чтобы сделать расслабленное лицо, нужно внутренне улыбнуться. Видите разницу? Оно как бы распрямляется и поднимается все вверх. Ну вот и все. Это мои уловки по борьбе с морщинами. Я вам хочу сказать, что массаж лба я делаю примерно две недели. Каждый вечер. Но иногда я забываю. Я увидела результаты. Действительно, я увидела результаты. Лоб начал понемногу разглаживаться. Но мой массаж я сопровождаю еще, конечно, скотчем. Котч отучает меня. Скотч, извините. Скотч отучает меня морщить лоб. И это самое главное. Потому что, что бы я ни делала, если я буду продолжать морщить лоб, то мои морщины будут только усугубляться. Ну и все, мои дорогие. Сегодня я поделилась своими секретами. Обязательно напишите в комментариях, что делаете вы. И какие профилактики вы делаете со своим лицом, я вам буду безумно-безумно признательна. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. И до новых видео. Всем пока.